Рады вас приветствовать! Вы молодцы, что пришли на служение. У нас эта неделя особая такая, с особыми молитвами и прошениями пред Господом. Мы, как христиане, написано, чтобы мы испытывали самих себя, исследовали себя. И вы знаете, такой вот самоанализ своей жизни, нашего служения Господу, он очень необходим для христианина. И когда мы вот сами себя так пройдем, знаете, тогда мы поручаем себя Господу, как псалмопевец сказал в 138-м псалме, а теперь ты, Господи, меня испытай, ты узнай мое сердце, ты узнай мои внутренности, ты направь меня на путь правды, ты путеводи меня. И это весьма и весьма важно, друзья. Почему? Потому что будет день, о котором сказано в Писании, это 25-я глава Евангелия от Матвея, 21-й стих. Господин Его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Нашу верность пред Господом в нашей жизни, в нашем служении, в нашем хождении высоко ценит Господь. Высоко ценит Господь. Поэтому мы это и делаем. Я очень благодарен вам, что вы пришли на богослужение. У нас сегодня есть гости. У нас есть гость из Молдавии, служитель, пастор церкви, брат Анатолий Иванович Щербанюк. И мы рады приветствовать, брат Анатолий Иванович. И есть служитель с России, который работает в центрах реабилитации, брат Сергей Разум. И мы рады приветствовать брата Сергея. Кто у нас есть еще в зале, мы также приветствуем наших гостей. Бог да благословит вас вместе с нами. У нас с утра было бракосочетание. В церкви родилась новая молодая семья. Братья совершили обручение. И мы обрученных представим в конце служения. А сейчас, открывая наше богослужение, мы встанем пред Господом и будем прославлять имя Господне, приготовляясь к молитве о благословении. Слава Богу, братья и сестры, мы будем петь Псалом номер 16. Господь, прибудь ты с нами и нас веди всегда премудрыми путями к источнику добра. Номер 16. Господь, прибудь ты с нами и нас веди всегда премудрыми путями и источнику добра. Я витрыми мир всюду, и мирство пересоздай Твоим детям вовсю. И мир твой вечный дай. Дай ты, святые, верни в сердцах, мозгей, любовь, добро. Дай ты, святые, верни в сердце, нас оживи ты вновь. И звень на сердце, и слово обидно плана дай. Расстав над жизнью словом Слава Богу, братья и сестры. Вы знаете, Слово Господне, оно живо и действенно. Оно проникает во внутренность нашу и судит намерения и помышления сердечные. Слава Ему! Вы знаете, мы должны всегда благодарить Господа за Слово Его, которое проповедуется здесь. И сегодня Господь для нас приготовил Его Слово. Поэтому давайте мы еще один псалом споем. Это молитвенный псалом. Не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе. И Слово Божье, оно также сокрыто во Иисусе Христе. Потому что в нем да и аминь. Номер 48. Будем петь этот псалом. Не в словах молитвенных речей, И не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе. Все мои источники в тебе. Вся она сокрыта во Христе. Все мои источники в тебе. Вся она сокрыта во Христе. Все мои источники в Тебе Видишь ты, забот моих могу И даешь мне в сердце тишину Все желания приношу Тебе Все мои источники в Тебе Все желания приношу Тебе Все мои источники в Тебе Ты явишь себя, любовь свою Будет ли от ранее в раю Радостью крепечет все во мне Все мои источники в Тебе Радостью крепечет все во мне Все мои источники в Тебе За свет мне, а злоя ты не сей Спрячусь я в Тебе в палящий день Воспою в пустыне я в Тебе Все мои источники в Тебе Воспою в пустыне я в Тебе Все мои источники в Тебе Сила праздник в Тебе Сила праздник не кругом грозит Все мои источники в Тебе Ты моя опора и покой Преквозит пустыне я в Тебе Преквозит пустыне я в Тебе Вечная блаженство в Тебе Все мои источники в Тебе Слава Богу, братья и сестры Этот прекраснейший вечер дарова нам Господь И по милости Божией мы живы Мы пришли в Дом Божий Потому что по верному обетованию Здесь присутствует Иисус А мы пришли во имя Его И Он верен своему обетованию, братья и сестры И все наши источники Наша жизнь Наши пути хождения, силы, здоровья Они сокрыты в Иисусе Христе, братья мои И мы тоже сокрыты в Иисусе Христе И когда Иисус Христос Пришедший уже в страны Кисаревой, Филипповой Иисус спрашивает учеников своих За кого люди почитают в меня Сына Человеческого Они сказали Одни за Яна Крестителя Другие за Илью А иные за Еремию Или за одного из пророков Он говорит им А вы за кого почитаете меня? Симон же Петр отвечает Думаю, за всех учеников Сказал Ты, Христос, Сын Бога Живого Братья и сестры За кого мы почитаем наш источник жизни? За кого мы почитаем наше благословение? Ты, Христос, Сын Бога Живого Мои дорогие братья и сестры И Христос говорит Тогда Иисус сказал ему в ответ Блажен ты, Симон, Сын Ионин Потому что не плоть и кровь откила тебе это Но Отец Мой, Сущий на небесах Братья и сестры Каждому из нас Открыл Иисуса Отец, Сущий на небесах И мы познали Его И мы пришли во имя Его И Он верен своему обетованию Присутствует здесь Он каждого хочет благословить Надо открыть свои желания пред Ним И мир Божий, который превышает всякого ума Соблюдает наши сердца и помышления во Христе Иисусе Если скорбь одолевает кого-то Или может быть теснота Теснит Братья и сестры Есть отвечающий Есть Тот, Который на этом месте Который благословит И даст ответы И даст благословения Мы призовьем Его благословение на это место Призовьем, чтобы на этом месте Дух Святой работал в полной мере В сердцах наших Братья и сестры Чтобы Слово Божье Было проповедано здесь Оно пригласило благодать нам Братья и сестры Дух Святой на этом месте будет работать А мы призовем Его имя И благословим именем Господа друг друга Молимся, братья и сестры Аллилуйя, Господь Ты велик Бог Ты велик Бог Ты велик Бог Ты силен, Аллилуйя Ты Христос Сын Бога Живого Ты источник нашей жизни Ты источник нашего распасения Ты источник нашего распасения И я благодарю Тебя, что в Тебе И только в Тебе Есть великие благословения Тебе И только в Тебе есть милость Тебе И только в Тебе есть благодать Тебе И только в Тебе есть милость И есть благословение И я благодарю Тебя Благодарю за жизнь За дыхание За силы За здоровье Господи, за праздник, за сестер, благодарю Господь, и вот ты кролица и нас родила, ты прием нас, Господь, ты сильнее нас, Господь, ты привлек нас, ты привлек нас, и ты привлек нас в спасение, Господь, и мы исповеди Твоя, Сила Божия, Иисуса Христа, и мы, что в мере нас, Господи, народ Твой, взятый в тело Твои, предстоящим предлицем Твоим, Боже, призывай им силу Твою, Боже, призывай им милость Твою, ты источник нашего спасения, ты источник нашей благодати мира, ты источник, Аллилуйя, Господь, мы благословляем Твое имя, благословляем Твою победу, Господь, и благодарим Тебя за кровь Твою святую, которая была пролита на Голгофе, этой кровью мы соединены, Господь, эту кровью мы очищены, омыты и призваны в небо, Аллилуйя, ты источник нашего спасения, ты источник благословения, Аллилуйя, ты источник жизни, Аллилуйя, и мы благодарим, благодарим Тебя, Господь, и мы исповедуем своими устами, что Ты, Христос, Сын Бога Живого, Аллилуйя, благодарим Тебя за Твою любовь, которую Ты явил и являешь нам, за Дух Святой благодарим, Господи, и за жизнь, и за дыхание, и за Слово Твое, которое Ты оставил для нас, Господь, да будет это благословение Твое распространяться над каждым из нас, Господь, благослови проповедующих Слово Твое, да исполнятся они Духа Святого и силы Твоей, поющие, да будут, Господи, благословены во имя Иисуса, Господи, и все, что будет делать в Твоей молитве, да будет благословено Тобой, Господь, Мы просим во имя Иисуса и всех благословеннослушающих, Господи, чтобы нам принимать то Слово, которое Ты будешь, Господи, излагать в наши сердца. Мы просим во имя Иисуса благословений, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Благослови нас Бог, братья и сестры. Мы сейчас поем псалом номер 179. О, как блажен, как счастлив я, Господь Спаситель мой. Номер 179. О, как блажен, как счастлив я, Господь Спаситель мой, Родного беса для меня в стране и в мире святой. Славливаться за меня, срадам богатом и ой. Аллилуйя, 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 ал Я вечно буду жить, если не жалкий брак земной. Славлю вас за меня, страдава, готовый рот. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Ни в той чертой стране, святой небе, в лицом за свет. Там все сердца звучат, по болькам плача больше не. Славлю вас за меня, страдава, готовый рот. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Славлю вас за меня, страдава, готовый рот. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Благослови вас Господь, и сейчас хор будет петь псалом в твоей славе. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 . Симон. . 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 Симон. . Слава Богу за то, что, знаете, Он настолько живой и чудесный, и, знаете, Он хочет, чтобы мы с вами были живыми и наполненными Его чудесами. Вы знаете, Его рука никогда от своих детей, которых ревнует об исполнении Его воли, об исполнении Его Слова, никогда не закроется. Моя дочка недавно вышла замуж. Та, которая была в больших проблемах, мы молились за нее, и Господь исцелил ее от многих проблем, и сейчас она вышла замуж, и это была первая свадьба детей работников центра. А всего у нас за 18 лет 220 свадеб произошло, 400 детей, в общем, и тысячи человек стоит, вот так же, как я могу рассказывать о чудесах Божьих. И вы знаете, по нашей модели 140 реабилитационных центров в России трудятся, служат, спасают, но все вместе, если взять это, 5 тысяч человек одновременно. Но в каждый год в России от наркотиков погибает 100 тысяч молодежи. 95 процентов, даже если вот все реабилитационные центры будут работать на всю катушку, 95 тысяч умрет. И знаете, я очень ревную внутри себя о церкви Божьей, которая будет отвечать на проблему современности. Как Христос, который сказал нам с вами, вы мое тело, вы церковь, и врата ада не одолеют ее. Ну, значит, врата ада подойдут. И это какое-то действие будет против церкви. Я не думаю, что если ад подойдет, он будет как-то, знаете, играть, он будет бить. И знаете, что происходит в реабилитационном центре в Мизури? 95 процентов это дети верующих родителей. Когда несколько лет назад, там, в 97-м, в 2000-м году Сергей ездил по Америке, то многие церкви говорили, нам не нужна реабилитация. Мы просто будем молиться, и это отведет. Вы знаете, в православных книжках есть такая идея, что колокольный звон может отклонить баллистическую ракету. Можете себе представить, что вы думали? Колокольный звон отклоняет баллистические ракеты. И слава Богу, что сейчас церковь в Америке проснулась, и во многих местах реабилитационные центры. Вы знаете, движение духа и благодати действует. Вот сейчас мы приехали сюда вместе с нашим выпускником Сашей из Портланда. Еще один сидит, наш выпускник тоже вот, и он трудится сейчас в реабилитационном центре, который у вас здесь. Слава Господу, братья и сестры! Слава Господу, что мы можем быть настолько настоящими, чтобы, знаете, ревновать о Боге и распознавать любую ложь, и участвовать в делах Божьих, а не в делах дьявольских. И это наше призвание – участвовать в Божьих делах. Вы знаете, мы привезли с собой диски, и вот, знаете, я их не продаю, но просто, чтобы вы знали вот информацию. Понимаете, не деньги нужны, Бог усмотрит. У меня даже, знаете, сюда я приехал в Массачусетске, лопнул протез. Я думал, приехал в Америку на два месяца, протез лопнул, что делать вообще? Кто-нибудь из старого поколения понимает, что такое? Молодежь-то не понимает, что такое протез лопнул. Что делать? И представляете, за сутки мне один врач, который неверующий, сделал бесплатно протез. Бог усмотрел. В одной церкви я сказал нужду о том, что нужна машина, и вот я приехал на этой машине, которую через неравнодушные сердца Бог усмотрел. И вы знаете, поэтому не финансы интересуют, Бог усмотрит. Это его дело, а нашего плода. И знаете, вот есть диск, который информационно очень важен. Там сидит молодой человек, который рассказывает о том, как он был лидером молодежи и стал употреблять наркотики. Знаете, что случилось? Он подсадил 80% церковной молодежи на наркотики. Это уже, это не где-то там в России, это здесь в Америке происходит. Поэтому церковь в это время, когда врата ада подступают через наркотики, уже в церковь залезают. Будем бдительны, будем молиться, будем поститься, будем сражаться. За наше будущее, за наших детей. Дорогая церковь, хочется закончить свое такое послание словами Иова. Это 29 глава. Можно я ваше писание возьму? Вы знаете, я думаю, что Бог очень хочет, чтобы мы были похожи на Него. очень хочет походить, чтобы мы походили на Христа. Но не только словами, а делами. Я думаю, что если мужчина, женщина, если девушка с парнем влюбились друг в друга, все благословенно, чисто, они встречаются, они признаются друг другу в любви. Но если при этом они ничего не делают, ну, не дарят друг другу подарки, не приглашают друг друга, там, не знаю, покушать в рестораны, там, не узнают как-то вообще друг друга, это не любовь, это пустые слова. Если мы любим Христа, то это должно отображаться в наших делах. И я думаю, что больше всего Бог хочет, чтобы мы были как христиане в делах Его. И вот послание Иов, 29 глава, 15 стих. Сколько сегодня у церкви дьявол похитил? Благословит Господь всех нас, быть настолько живыми, чтобы мы могли не отдать дьяволу то, что он хочет украсть, и могли в состоянии сокрушить беззаконному челюсти и исторгнуть похищенного Него. Очень хочется, чтобы наша церковь была той, которая не потеряла силу, была тем добрым самарянином, который будет служить Божьей любовью для многих, многих и многих. И пусть мы всегда с вами будем называться христианами, потому что мы будем верны в учении Господнем и последовательным в Его делах. Будем спасать деток на смерть, не отказываться от отреченных на биение, и будем неравнодушными чужим проблемам. Помолимся, 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 помолимся. Господь, Бог есть свет, и нет в Нем никакой души. И я благодарен Тебе, что через свидетельства наших братьев, которых Ты поднял из страшного, Господи, болота, превозглашается Твой свет, Твоя истина, дабы, Господи, сохранить, Господи, души для Твоего Царства. О, милосердный, о, добрый Господь, пусть это слово, оно коснется Господь каждой души, а особенно молодых сердец, которых Дьявол Господь всячески старается похитить. Имя Иисуса Христа, крепкая башня, Аллилуйя! Имя Иисуса Христа, мы призываем для ограды, для защиты, для помощи от этой страшной и ужасной яда дьявола. Да будет Господь церковь под охраной Твоей, да будут молодые души под защитой Твоей, Господь. Дай нам мудрость, внимание, Господь, Боже, уповать на Тебя и Боже, чтобы врата ада не отдали свет. Небесный Отец, народ Твой взывает к Тебе с благодарностью за все то, что Ты делал до этого момента с каждым из нас, Господь, за то, что хранил, за то, что обеспечивал, за то, что привел в эту страну, Господь, Боже, но помоги же нам жить так, чтобы наши сердца не отягощались объедением и заботами, житействами, что Ты наравне ставишь с пьянством, Боже Великий. Помоги нам быть трепетными к Тебе, живыми в Тебе, неравнодушными к Твоему движению благодати Духа Святого, неравнодушными к Слову Твому, неравнодушными друг к другу, ибо вся любовь в одном слове люби ближнего, как самого себя, Господи, если мы в этом пришли во что-то, прости нас, Господь, за наше ожесточение сердец, за наши, Господи, какие-то взгляды мирские, прости, Господь. И мы также молим Тебя за нашу молодежь, кое наше будущее, Господи, позволь нам передать не только форму, но и суть Твою, Господь, как помазание перетекает, Господи, через рукоположение, да будет Твоя жизнь в них, Господь, с самого детства. О, Ваочи, Боже Великий, молим Тебя за них, сохрани их, дай им с самого детства просто какой-то внутренний голос распознавать зло и не прилепляться к нему, а быть прилепленными к Твоей благодати, к Твоей жизни, к Тебе, Спаситель. Поставь их на служение с самого детства и пусть возрастают служителей Твоих, Господь. Господи, Ты пришел разрушить дела дьявола, Господь. И пусть это будет их будущее, как воинов, которые разрушают дьявольские дела на этой планете, Господь, Боже Великий, в этой церкви, Господь, и вокруг, Господи. Господи, и также те люди, которые пойдут в служение за Тобой, дай им силу воскресения Твоего, Господи. Дай им просто не бояться адских глубин, Господь, но быть воинами Твоими. Ведь Ты привез сюда, в эту страну, чтобы мы были больше этого богатства, чтобы мы имели цель выше этого богатства, этих благословений. Это было ответом Твои на страдания народа Твоего, Господи, но дай же идти дальше во свет Твой, в любовь Твою, в волю Твою, в Твое царство во имя Иисуса Христа. И пусть во всем Тебе будет слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в твои искушения, но избави нас от рукава, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, давайте мы поднимемся, будем петь. Псалом номер 721. Край чудесный нас ждет там на небе, где окончится труд и печаль. Номер 721. Во время пения мы будем совершать наше служение. Служение десяти, приношений во имя Господне совершим. И после этого мы послушаем нам, конечно, наш братик Самуил также сегодня подготовил. Он расскажет. И потом девочка, сестричка наша, Ангелинка, споет. Пусть Бог благословит. Номер 721. Псалом номер 721. Псалом номер 721. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Псалом 110-го Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Пастырь мой, ни в чём не буду ждать отца. В сочных травах меня покоит он, Тихим водом водит меня. Господь, Пастырь мой, Господь, Пастырь мой, Господь, Пастырь мой. Возлюбленный Господом, братья и сёстры, приветствую вас словами Христа. Мир вам! Я рад быть в вашей церкви сегодня на поклонение, в доме молитвы, с братьями и сёстры молиться, служить нашему Господу и прославить Его святое имя. Слава Ему за это! Деяния святых апостолов, 2 глава, с 38 стиха по 47 стих. Деяния святых апостолов, 2 глава, с 38 по 47 до конца этой главы. Пётр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовёт Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово и украсились, и присоединилась в тот день душ около трёх тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели всё общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, спотря по нужде каждого. И каждый день, и донадушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Аминь. Если бы Бог присоединил сегодня к вашей церкви три тысячи душ, обрадовались или нет, пастор? Было бы большое благословение. Это было в день сошествия Духа Святого. День Пейсятницы, когда Дух Святой сошёл на учеников, на апостолов и на тех всех, и Дух Святой действовал так, что в тот день от проповеди Петра покаялось три тысячи духов. Мы знаем из истории, что Пожа покаялась пять тысяч в один день. И здесь написано в конце этой главы, что Бог ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Сегодня хотелось бы, братья и сёстры, говорить о церкви, о церкви, и именно апостольской церкви. О первой апостольской церкви, о Иерусалимской церкви, когда уже прошло две тысячи лет. И у меня вопрос возникает в это последнее время, как пастор, как служитель. Почему? Когда Бог прилагал ежедневно спасаемых в церкви, сегодня так трудно. Люди приходят к Богу. Сегодня христианство не успевает за прогрессом греха, который есть в этом мире. Мы не успеваем проповедовать Евангелие, мы не успеваем говорить людям о Христе, и они идут в ад. Почему Христос, почему в первой апостольской церкви Бог прилагал спасаемых в церкви? Хочу рассказать одну историю, что я читал в одной книге. Один американский пастор рассказывал, что когда ему было 12 лет, они всю неделю работали на ферме со семьей, с родителями. И каждое воскресенье на повозке ехали 35 майлов, ехали в собрание. И говорит, он рассказывает, что когда они приходили в собрание, они вставали и пели пение, которые постоянно пели, радовались. Радость спасения ныне воспоем. Теперь он, продолжая, рассказывает, что мои внуки едут же тоже в собрание, но ездят на хороших машинах, по хорошим асфальтированным дорогам, приходят в собрание, садятся на мягкие скамейки и поют пение. Я усталый и изнуренный. Вот примерно так, братья и сестры, мы устали почему-то в этом мире. И поэтому хотелось бы сегодня посмотреть на несколько истин, которые открывают нам в Священописании. Почему Бог прилагал спасаемых в церкви? Хотелось бы, чтобы мы обратили наш взор в первоапостольской церкви. Если бы было возможно нам переместись в первый век, а те христиан в наш век. Я думаю, братья и сестры, мы знаем историю, мы бы их поняли, может быть, чуть-чуть, но они нас бы не поняли. В это последнее время, как мы живем, как мы проповедуем Евангелие, и как церковь сегодня живет в этой жизни, на этой земле, пред пришествием Иисуса Христа. Все признаки последнего времени сегодня наяву. На наших глазах мы свидетели всех тех событий, которые происходят в этом мире и которые являются признаками второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Да прославится он в этом, что мы ожидаем его. Но сегодня есть еще многие люди, которые нуждаются в спасении. Но есть много людей, которые нуждаются в Слове Божьем. Давайте мы посмотрим, братья и сестры, на Первую апостольскую церковь. Хочу напомнить тем, кто знает, кто не знает, что Первая апостольская и Иерусалимская церковь, они жили в особое время и окружало их событие, которое было непросто и было нелегко. Во-первых, братья и сестры, Иерусалим был центром иудаизма. Было непросто быть христианином, следовать за крестом, когда фарисеи распяли его. Вторая проблема, второе гонение, которое было в Римской империи. Власти римские, они гнали тоже и преследовали везде христиан. Почему? Потому что император римский, он был признан как божественный император, и все люди этой империи должны поклоняться ему как божественному. А здесь появились какие-то христиане, которые поклоняются другому господину Иисусу Христу. Вот в такой обстановке, среди такой обстановки жили Первопостольская церковь. Поэтому хотелось, братья и сестры, посмотреть сегодня на несколько истин. Почему же, несмотря ни на какие гонения, преследования, церковь могла расти и духовно, численно, и Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Во-первых, братья и сестры, здесь написано, что в Иерусалимской церкви церковь была в молитве. Молитва, это была для них особо, особо для них. Это нормальное состояние каждого христианина. Я знаю, что в вашей церкви молятся сильно. Но если смотреть в 4 главе, конец этой главы, здесь написано молитва церкви Иерусалимской. И вы знаете, самая прекрасная иллюстрация в этом мире, есть много иллюстраций, рисунков, которые нарисовали, написали известные художники. Но самая прекрасная иллюстрация, это человек на колени, Бог на троне. Человек просит, Бог отвечает. Вот это самое хорошее, прекрасное состояние человека, когда он на колени просит у Господа милости, и он в молитвах говорит Господу все, что ему нужно. До сошедшего Духа Святого написано здесь, что церковь находилась в молитве. Они молились Господу, и после того, как церковь образовалась в день Пятьдесятницы, церковь постоянно пребывала в молитве. Они в горе, они молились. Когда они радовались, они молились. Когда их гнали, они молились Господу. И везде на страницах Священного Писания, здесь в Деяниях Апостолов написано, что церковь Иерусалимская постоянно находилась в молитве. Вы знаете, что Бог делал в молитве за то, что Иерусалимская церковь молилась? Четвертая глава, 31 стих Деяния Святых Апостолов. Здесь особый случай, где написано, что делал Господь, что творил Господь, потому что в Иерусалиме, в Пиропотовской церкви, они молились усердно Господу. 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». «По молитве их место, на котором они собирались, поколебалось». Мы не знаем точное место, но знаем, что первые христиане собирались в катакомбах, пустынях, вдалеке, потому что они были преследуемы. Но место, на котором они собирались, по ихней молитве место поколебалось. Далее мы находим здесь, в Деяниях Апостолов, братья и сестры, что по молитве Иерусалимской церкви, цепи от рук и ног апостолов освобождались сами. Ворота, железные ворота, двери, тюрем, темниц открывались сами. Почему? Потому что Иерусалимская церковь усердно молилась. Вот что делала молитва в то время, братья и сестры, и Бог написано, что прилагал спасаемых к церкви, потому что церковь Иерусалимская молилась. Хотелось бы сегодня, зная о том, что вы молитесь, и нельзя сказать, что нету церкви, где не молится Господу. Но мое пожелание сегодня, чтобы мы оставили наши проблемы, чтобы мы обратили наши молитвенные взоры к нуждам тем, которые вот передо мной брат Сергей говорил. Сегодня миллионы людей идут в ад. И сегодня давайте будем молиться о наших близких, родных, о тех, которые нуждаются в спасении, и Бог хочет, чтобы весь мир спасся. Поэтому Он послал мир нашего Спасителя. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы ваша церковь молилась не только за наши проблемы. Мы нуждаемся в наших молитвах за наши проблемы, за то, чтобы Бог нам даровал благословение и так дальше. Но в этой жизни есть наши дети, есть наши близкие, родные. Есть мир, который нуждается в спасении. Только молитвой церкви может Бог изменить этот мир. Слава Ему за это! Слава Богу! Троистина, по которой мы находим здесь, написано, что они пребывали в учении апостолов. Вы знаете, в то время еще не было Евангелия. Было только Ветхий Завет. Но Ветхий Завет, Первая апостольская церковь, они не имели еще посланий даже. Ни Петр, ни Павел не написал. Но написано, что они проповедовали Евангелие. Они передавали уст на то, что говорил им Христос, ученикам. Ученики говорили своим ученикам. И передавалось из уст в уст. И написано, что Иерусалимская церковь была церковь, и которая проповедовала Евангелие. И когда проповедуется Евангелие, Бог не оставляет без благословений. Он не спосылает дождь. Исайя 55 глава, 10-11 стих. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю, делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Аминь. Когда я пришел в собрание, мне понравилось у вас в церкви. Очень красиво вход. С левой стороны при входе есть священная книга. Я не знаю, с чего она сделана, но открыто она и два места священного Писания. Иисуса Иосуа, Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Да, не отходит книга сия от себя, но день и ночь поучайся в день. И второе место. Придите ко мне, все трудяйте. Очень красивый пример для многих, что Библия не отходит, Слово Божие не отходит от этой церкви. И пусть она сопутствует в нашей жизни. И знаете, в Библии много мест, многое найти, что такое Слово Божие. Евреям 12, 14. Оно как обоиудовостное, как меч обоиудовостный. Христос говорит, 5 глава Евангелия от Иоанна, 39 стих. Исследуйте Писание, потому что вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Слово Божие, которое сеется, братья и сестры, она не может просто так посеяно. Она даст свое время, плод. Написано, что мы входим в труд наших братьев, в труд тех, которые когда-то сеяли. Мы знаем историю в России, в бывшем союзе, истории наших братьев, которые проповедовали Евангелие, которые начинали с несколько верующих, и потому что они проповедовали Слово. Сегодня тысячи и тысячи людей пришли к Господу. Но Господь еще нуждается в том, чтобы мы уже проповедовали Слово Божие другим, чтобы Бог прилагал спасаемых к церкви и других людей, которые Бог имеет в плане своем спасения, чтобы Он привел их к Господу. Пусть же Господь нас благословит, чтобы как церковь мы проповедовали Евангелие. Хотел бы спросить, когда последний раз я говорил моему ближнему в семье, другу, неверующему о нашем Господе Иисусе Христе? Когда мы последний раз читали Слово Божие в семье или только довольствовались тем, что мы слышали сегодня в собрании? Откройте дома Священное Писание вместе вокруг семьи, у круглого стола, вместе с детками, с женою. Прочитайте Слово Божие и говорите об этом людям. И написано, что при проповеди Слова Евангелия, написано также здесь, в 4 главе, 31 стих, и по молитве их поколебало с места, и далее написано, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Вы знаете, есть одна проблема. Когда Бог допускал гонения на Иерусалимскую церковь, они распространялись по всей Иудее, по всей Самарии, по всей Израиле и проповедовали Евангелие. Мы ждем этого, чтобы Бог нас распространял, чтобы распространять Евангелие, чтобы Бог нас при гонении было такое, как было. Сегодня есть возможность. И в это время проповедуются Евангелие по всему миру. Масс-медиа, спутниковое телевидение, все сегодня говорит о том, что проповедуется Евангелие. Три года назад я читал информацию, что в мире ежедневно кается 250 тысяч душ. Слава Господу за это. Но Бог нуждается еще больше в этом, чтобы люди приходили к покаянию. И поэтому Бог прилагает спасаемых в церкви, когда люди проповедуют Евангелие. Третья истина, по которой хотел бы остановиться. Церковь Иерусалимская была святой церковью. Чистой, непорочной. И они, Петр тогда, он говорил об этом и в пятой главе Деяния святых апостолов, и мы видим, что когда дьявол не может остановить проповедию Евангелия, он заботится о другом. Он нашел другой подход к церкви. Он начинает церковь обливать грязью, грехами. Он хочет войти в церковь своими грехами, чтобы опорочить церковь. Но Петр, имея авторитет духовный, силу Духа Святого он не допускает. И вот когда дьявол входит через Ананию и Сафиру в церковь Иерусалимскую, Петр говорит, Анания, Сафира, как вы могли допустить, чтобы вы обманули Духа Святого? Как вы могли сделать это в церкви? Разве не в ваших силах было отдать или не отдать, братья и сестры? Грех не только обман. Сегодня в нашей жизни, к сожалению, есть вещи, когда-то мы считали их грехом, сегодня это нормально. Когда-то считали, что это невозможно для церкви, сегодня это нормально, и ничего страшного в этом нет. для того, чтобы Бог привел спасаемых в церкви, чтобы привел людей в церковь, нужно, чтобы очистить церковь. Бог не может привести людей туда, где есть обман, вражда, ссоры, ненависть и другие грехи, которые есть в этом мире. И Бог не может привести других людей, новых, новообращенных людей, там, где есть ложь, обман, ненависть, ссоры и другие грехи, которые есть в этом мире. И мы знаем об них очень много. Павел, посланник Ефесянам, 5 глава, 27-й, говорит, что Христос хочет представить перед Господом, перед Отцом Небесным церковь чистой и непорочной, без какого-либо порока, без пятна. Вот так хочет Бог нас представить перед Отцом Небесным, Который послал Сына Своего в этот мир. Сегодня многие, особенно молодежь, говорят, что это не то время, то было раньше, сегодня можно все. Знаете, есть кто-то высказал, я не знаю, но есть одно выражение, которое мне нравится, я использую всегда в этой проповеди, дитя вечности не подражает духу времени. Дитя вечности, спасенное дитя, оно не подражает духу времени. Она заботится о том, чтобы исполнить слова Петра, который был тогда в Иерусалимской церкви, и он цитирует ветхозаветные слова нашего Отца Небесного. «Будьте святы, потому что я свят». Отделиться от этого мира, быть в церкви, святой церкви, и обращение апостола Павла ко всем церквям, святым, освященным, очищенным. Вот это и есть церковь. И когда церковь чиста, для того, чтобы быть чистой, чтобы Бог привел, нам нужна сила Духа Святого. Нам нужен божественный авторитет, чтобы люди, смотря на нас, видели в нас Христа. Чтобы они видели и говорили, действительно, эти люди особые в этом мире. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы старались в этом мире, среди этого развращенного мира, не ввести в церковь что-то непорочное, нечистое, потому что Бог не может привести других, но в обращенных церковь, где есть вот эти пороки и грехи. Пусть благословит и сохранит нас Господь от того, чтобы в церкви Христовой не были эти пороки и грехи, но чтобы была чистая и непорочная, потому что мы явимся перед нашим Господом на небесах. И Он представит свою невесту в чистой, белой одежде. Пусть Господь без пятна, без пороков, пусть Господь нас благословит в этом, чтобы мы были святыми, чистыми перед нашим Господом и друг перед другом. Аминь. Четвертая истина, по которой я хотел бы остановиться, последняя, это Иерусалимская церковь, братья и сестры, была жертвенной церковью. Они жертвовали собой, даже шли на смерть. И вы знаете, кроме апостола Иоанна, все апостолы Господа нашего Иисуса Христа, они мученически умерли, отдали свою жизнь ради Иисуса Христа, ради проповеди Евангелия, ради святости, ради того, чтобы сохранить ту веру нашего Господа Иисуса Христа. И на протяжении истории христианства за две тысячи лет мы знаем, как истинные христиане несли свет Евангелия, как они жертвовали, кто видел, знает историю времен Нерона, когда Нерон этих христиан, они сжигали на кострах, бросали зверям, львам на арене Римской империи. И люди шли с радостью, с улыбкой на лице ей. Люди удивлялись, как это люди идут на смерть, и они улыбаются, и славят Господа. И на протяжении всей истории христианства истинные верующие всегда шли на смерть ради Господа Иисуса Христа. В 15 веке в Лионе, во Франции, один из верующих, инквизиция, предложила ему, чтобы отречься от той веры, которую называли их сектантами, инакомыслящей. И он сказал, когда его уже поставили к столбу, где должна быть гореть огонь, ему предложили отречься от этой веры. Он сказал, лучше мне гореть пять минут здесь, чем всю жизнь в аду. люди шли на смерть. А вспомните, братья и сестры, 17-й год в России, когда пришли антихрист и разрушился церкви, священников, всех выслали в тюрьмах, убивали, умерщвали, все, чтобы не сохранилась церковь Иисуса Христа. И на протяжении 70 лет церковь была преследована. И вы знаете, удивительно то, что на протяжении гонений, когда церковь была гонима в советское время, церковь росла. Я знаю историю до 40-го года и в России, и в Украине, Молдавии, Белоруссии. В это время было очень много верующих. В Молдавии 35 тысяч членов церкви, 35 тысяч приближенных братья не успевали крестить людей. В России было около миллиона верующих, обратившись к Господу, потому что при гонениях люди проповедовали Евангелие. Они отдавали себя на жертву, тюрьмы, оставляли свои семьи, много детей и не шли ради Иисуса Христа. 15 лет назад в Европе была одна конференция и там на этой конференции был один брат из Судана, Африка, и рассказывал, как мусульмане издеваются над христианами, как в этой стране надругаются над верующими христианами, мусульмане. И он говорит, рассказывает, что мусульмане ловят верующих христиан и реже отрезают им ноги и руки и бросает их в пустыню, в жару, на солнце и там входит не гангрена и не умирает. Из их костей, ног и рук делает себе вот эти палочки для барабанов своих и танцует, что они избавились от христиан. И его спрашивали, и что же делают братья там? И он говорит, проповедуйте и молиться Господу. Братья и сестры, мы имеем того, который не только руки, ноги, но жизнь свою отдал ради меня и ради каждого из нас. Он отдал и он понес поругание за каждого из нас. Он отдал себя в жертву. И Бог сегодня не посылает всех людей на край света, в джунглях, но Бог хочет, чтобы ты пожертвовал собой. Есть фильм «Дитя мира 35 минут», создан здесь, в Америке, много лет тому назад. одна семья муж и женой, которые были посланы как миссионеры в джунглях, каннибалом. И они обратили этих людей к Богу. Но история говорит, что перед этим 10 американских миссионеров были съедены этими людьми заживо. Они пожертвовали собой, чтобы идти проповедовать этим диким людям о нашем Господе Иисусе Христе. Сегодня, дорогой друг и брат, который кому-то рассказал о Господе Иисусе Христе. Чем мы сегодня жертвуем ради спасения других людей. И написано, что Бог прилагал спасаемых церкви ежедневно. Если наши церкви сегодня будут церковь, которая молится, церковь, которая проповедует Евангелие, церковь, которая заботится о том, чтобы была свято, чисто, непорочна, церковь, которая жертвует не только деньгами, но и своей жизнью, жертвует ради Иисуса Христа. Будьте уверены, Господь приведет через нас многих людей к покаянию. Пусть прославится в нашей жизни наш Господь. Аминь. Помолимся, Господь. Помолимся. Дивней Божия, Господи, как ты велик, Господь, за твое слово, Господи, Бог, за твое слово. Жертвою Сына Твоего мы стали Твоим народом. Ты наш Отец, а мы Твои дети. И Ты учишь нас словом Диванным. Господи, какова чудесная жизнь в пребывании с Тобой. Как важны такие общения. Как важно, Господи, проповедь Слова Твоего. Господи, как важно, когда мы слышим чудесные проповеди и на свидании. Ты призываешь нас к особому служению. Это молитва. Действительно, Господь, по молитве мы говорим таким простым человеческим языком открывается небо. По молитве Господи, колебалась земля. По молитве Господь падали цепи, освобождая узников, открывались парады, Господи, по молитве и с молитвой на устах святые мужи и святые жены отдавали жизнь Своего имя. по сбору, как сильно племя точную настоящую милу Господь. и помоги нам жить жизнь которые оставили нам первые христиане в слове Ивана. отче нашим отче нашим сущей на небесах да святится имя Твое да придет царствие Твое да будет воля Твоя и на земле как и на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не введи нас твое искушение но избави нас от лукавого ибо Твое и всадство и сила и слава во веки Аминьи. Благодарим, братан. Господь с нами, братья и сестры. Живое хорошее слово прекрасное свидетельство и призыв Божий это вникать Божье Евангелие и молиться. Мы молимся две недели за нашу сестру Свету как мы говорили дочь нашей сестры Дины Котляровой. И вот я смотрю и сестра Дина и Света и Анатолий и муж ее пришли на служение после тяжелой операции Света с нами в служении и мы благодарны Господу. Я вижу что ей непросто сидеть. Давайте мы не отпустим ее просто так. Давайте мы совершим молитву и совершим молитву за всех больных. За всех больных. Нашему брату Владимиру Щеголькову помолимся помолимся за Сестру Лену. За сестру Лесю за сестру Таню за сестру Надю за сестру Любу за сестру Эму за сестру Валю за сестру Лену помолимся братья и сестры а потом будем делать объявления представлять обрученных и говорить о наших делах о которых мы всегда говорим в заключении богослужения. Помолимся за Свету и за всех больных. Помолимся. Я думаю, давайте мы встанем, а братья подойдут, вот сидит Света, мы подойдем прямо туда, или вы можете подойти сюда, чтобы вас тоже народ Божий увидел, и мы помолимся и призовем имя Господне для исцеления, дабы Господь явил милость Свою. Помолимся. Молимся, народ Божий. Молимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Силы и власти Твоей Над всякой болезнью И над всякой немощью Во имя Иисуса Христа Да будет она здорова Аминь Присядьте, братья и сестры Братья и сестры, мы продолжаем молиться за эти нужды Дома, когда пробуждает вас Господь И ночью молитесь и вспоминайте наших сестер и братьев Да явит Господь свою милость Итак, дорогие Получив такое от Господа вдохновение Хорошее слово, хорошее свидетельство Что наш Бог Всемогущий Бог А мы блаженны, что мы Его народ Дорогие Отцы и матери, дорогая молодежь Свидетельство брата Сергея Это действительно тот колокольный звон Только который пробуждает нас Что мы должны помнить Мы должны знать Мы должны бодрствовать Бодрствовать Что атаки дьявола Атаки вот этих страшных Страшной зависимости Они направлены против церкви Поэтому, родители, будьте внимательны В ваших домах К вашим детям Можно даже и машины проверить Можно и карманы проверить Все нужно проверять Все нужно проверять Такую заразу Такое зелье Сейчас можно получить везде Поэтому будьте внимательны Дети, а если вам кто-то предлагает Сразу скажите вашим родителям И я вас прошу Если вам кто-то предлагает В церкви Цепляйтесь за ту девушку Или парня И бейте тревогу И бейте тревогу И бейте тревогу А мы, церковь, искренно молимся Господу И искренно молимся Господу И уповаем на Господа И верим, что защита будет дана для нас Дорогие мои Как я уже и говорил Что у нас сегодня было бракосочетание Молодая семья И у нас сегодня было обручение Наши братья Совершили обручение Молодой пары Я хочу вам представить Жениха и невесту Жених Дима Василевский Пожалуйста, Дима Мы тебя приглашаем Дима сейчас живет На Флориде Но когда-то еще В ранней своей молодости Он был и у нас Это сын Михаила И Валентины Василевских Вырос Красивый И уже женится Все равно к нам обратился Да? Да говорят, что хочет забрать одну Это очень хорошо Благословляет Ну Не знаю, Виктор Хорошо или нехорошо Посмотрим Но главное, что в нашей церкви Нашел хорошую себе Невесту Бог послал ему Равеку Правда? У нас есть очень хорошая Сестричка Это Лена Корявая Пожалуйста, Леночка Мы тебя приглашаем Наша хористка Ты, наверное, по интернету Смотрел наше служение, да? А, ну-то понятно Понятно И наша Леночка Сегодня братья Совершили обручение Димы и Лены И они представлены Пред церковью И пред Господом Обрученными Женихом и невестой Слава Богу Братья и сестры Вы благословляете обручение Димы и Лены? Да, благословить Господь А может, кто-то против? Ну, если уже кто-то с юношей Против Ну, то Сори Сори Дима Молодец Благословите Вы, Господь Благослови, Господь Мы Вас поздравляем С днем Вашего обручения И Желаем помолиться за Вас Чтобы Бог благословил Вашу любовь Ваши добрые желания Вы еще не муж и жена А жених и невеста Чтобы и день Вашего бракосочетания Был благословенным И вся Ваша жизнь Чтобы была благословена Если будет трудно На Флориде Дима Приезжай в таком Окей Хорошо Помолимся, братья и сестры Совершим молитву Встанем пред Господом О, добрый наш Отец Небесный Как Ты дивно и чудно Любишь нас И заботишься о нас Господи И среди разных Бед И скорбей Ты даешь нам Радость и благословение Ты даешь нам Деток Они растут Господь Они, Господь Боже мой, питаясь Твоим словом Укрепляются в вере И посвящают жизнь свою Тебе, Господь Ты заботишься о их судьбах Боже И сегодня Совершено обручение Димы и Лены Они стоят пред Тобою И пред Твоею церковью Обрученный жених и невеста И мы просим Тебя, Отец Благослови Диму Благослови Лену Благослови их обручение, Господь Боже Боже мой Благослови их любовь Благослови, Господи Их добрые желания Помоги им в нуждах Храни их от искушения И греха День бракосочетания их Благослови И всю их жизнь Благослови, Господь Родителей Которые вырастили этих деток Благослови Пошли им также радость Утешение и помощь Предаем их благодати Твоей Призывая Твое благословение Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Присядем в церковь Дима, подожди, не спеши Благослови, Господи Я не могу На обречении Не знаю Благослови, Господи Я начну очень Благослови, Господи Сестры Там сколько еще мест Четверт Где-то можно Посадить сдач А вы занимайте места Рады Благослови, Господи Дорогие мои Брат Анатолий Иванович Благослови вас, Господь Хорошее слово Бог дал вам Для нас Итак, друзья Что касается наших служений Завтра утреннее богослужение Будет вести молодежь И мы будем за них Искренно молиться Чтобы их Господь Благословил Завтра мне нужно Быть в другой церкви Я заручаюсь Приветом Повезу привет Также и приветствую От всей церкви При вашем согласии Сегодня я говорил С пастором Где трудится Наша молодежь Первая группа Уже отработала И хорошо отработала Работает вторая группа Пастор той церкви Наша молодежь И детки Которые с ними Передавали церкви Сердечный привет И просили Чтобы мы за них молились И уже брат Анатолий Говорит Дорогой Петр Моисеевич Прошу вас И всю церковь На следующий год Пожалуйста Направляйте к нам Молодежь Это было у них 11 часов вечера 11 часов вечера И он говорит Слушайте Не можем Уже полтора часа Молятся И не можем Говорит Их остановить Большая группа Человек говорит 80 наверное С нашими И говорит Уже полтора часа Молятся И не можем Их остановить Дети выходят На покаяние Бог их благословляет И великая Радость Благодати Божией Наполняет их Поэтому дорогие Мы будем За них Молиться Чтобы их Бог благословил Передали родителям Чтобы родители Не волновались Им там Хорошо Миссионерское служение Церкви Это весьма важное служение Как и подчеркнули Сегодня братья И дорогие мои Бог положил нам На сердце И мы уже говорили Вам об этом Что мы У нас есть Такое желание Чтобы нам Иметь там На Украине Свой миссионерский Центр Или такой Благотворительный Фонд И братья и сестры Бог нам помог Уже во многом Мы имеем Уже легализацию Этого фонда Имеем уже Землю под строительство И началось Уже строительство Там будет Дом молитвы В том селе Там хорошее Большое село Уже есть церковь Братья трудятся Будет дом молитвы И на втором этаже Уже в крыше Мы хотим Сделать там Четыре хороших комнаты Проект уже есть В каждой комнате Будет умывальник Будет душ Будет туалет Значит Все как полагается В полуподвале Будет кухня Будет стиральная машина Машины И вот когда Наша молодежь Миссионеры Смогут ездить Круглый год И Совершать Это Такое Благословенное Дело Вопросом Строительства Занимаются Тоже наши отделы Это отдел Сирот и вдов И миссионерский Отдел На завтра Отдел Сирот и вдов Готовят Обед Вот прошлое Воскресенье В нас Готовила обед Миссионерский обед Миссия Маранафа И я Благодарен Братьям и сестрам Кто Прошлое Воскресенье После служения Почел Занужным Не пошел В ресторан Не поехал Домой А пошел На обед Пообедали Расположилось Сердце И средства Которые Пожертвовал Народ Божий Они послужат Благословением Для Миссии Маранафа И их Поездки В Молдавию И на Украину Также И Наш отдел Сирот и вдов Они готовят На завтра Такой Благотворительный Обед Поэтому я уже Сегодня вас Приглашаю Кого Господь Расположит Пожалуйста Вы на завтра Можете уже Располагать Временем Что после Богослужения Пойду в Южный Зал Своей Семьей Отобедаю Пожертвую Во имя Господа Для строительства Миссионерского Центра И пусть Это будет Для славы Божьей Пожалуйста Давайте и об этом Будем молиться Чтобы Господь Благословил И все Устроил Это то Что касается Наших объявлений И еще Так как Брат Сергей Здесь и предлагал Что у них Есть диски Это диски DVD Не CD А DVD Где можно Посмотреть Там есть диски Которые Вот он и сказал Что Свидетельствуют Или рассказывают Как можно Уберечь Своих Детей Молодежь От этого Ужасного Искушения И О той работе Которую Они делают Поэтому После Богослужения Друзья Можно будет Там Приобреть Этот диск И все это Пускай Послужить Братьям Нашим Благословение Для их служения У нас еще есть нужды Дорогие мои Читаю их Помолитесь За меня У меня есть Нужда Бог ее знает Просит сестра Бог знает Эту нужду И мы Помолимся За эту нужду Наша сестра Оля Табачная Также Сердечно Благодарит Всех тех Кто за нее Молился И просит Чтобы мы Подвязались За нее В молитвах И мы будем Молиться Послушайте Еще такая Просьба Церковь Прошу Помолитесь За мою жену Лидию Побережную Это наша сестра Она находится В госпитале Перед операцией Заранее Благодарю Муж И дети Пожалуйста Подойдите И скажите Где находится Сестра Лидия Чтобы мы Знали А мы Помолимся За сестру Брат Федор Обращается С такой Просьбой К церкви Дорогая церковь Иисуса Христа Братья и сестры Прошу Совершить Молитву За семью Где Скоро Постижно В прошедшие Воскресенье Умер Молодой Брат Во Христе Ткачук Борис Из церкви Свет Евангелия В республике Белоруссия Осталась Жена Четверо Малолетних Детей Помолитесь И чтобы Господь Утешил И устроил Их Судьбы И всегда Был Для них Отцом В этой Церкви Покаялся Брат Федор И принял Там Святое Водное Крещение Конечно Близко Для него Поэтому Помолимся За эту Семью Да Утешит И Господь И да Поможет Им Господь Дорогие Мои Братья и сестры Наша Мама Тоже Хотя Уже Ее Возраст Идет 90-й Год Тоже И еще Есть такая Красивая Поздравительная Открытка И хорошая Такая Просьба Дорогой Наш Папа Мы Твои Дети И Внуки Поздравляем Тебя С днем Твоего Рождения 65 лет Желаем Божьего Благословения А также Здоровья На долгие Годы Спасибо Тебе За все Мы Тебя Очень Любим Жена И дети Брату Василию Перебей Нос Брат Василий Мы Искренно Поздравляем Вас Вместе С женою С детьми Брат Василий Да благословить Тебя Господь И твою Семью И жену И деток Правильно Сделали Поздравляем И помолимся Итак Дорогие У кого Может быть Из вас Еще есть Просьбы Приветы Нужны Пожалуйста Передайте И мы Пойдем На молитву Итак Встань Пред Господом Друзья И помолимся Боже Наш Слава